Как свой профессиональный праздник отмечают настоящие защитники Отечества? Конечно, в кругу друзей и родных. А еще активно и позитивно. 23 февраля ивановские росгвардейцы практически в полном составе с семьями выехали на природу. Мы хотим, чтобы это стало доброй традицией в Росгвардии, чтобы и в других территориальных органах этот праздник отмечался таким же образом, чтобы сотрудники Росгвардии с семьями в неформальной обстановке пообщались, посоревновались, отдохнули, покатались на санках, соревновались в различных видах спорта. Ну, это активный отдых, здоровый образ жизни, общение и сплачивание коллектива. И на отдыхе всегда на чеку. Показательные выступления для зрителей на самом деле очередная отработка навыков задержания преступников. Правда, в реальности спецоперация редко заканчивается такими овациями. Если отдых, то активный, если праздник, то спортивный. К организации семейной эстафеты омоновцы подошли даже слишком ответственно. Полоса препятствий оказалась очень реалистичной, а сложности и зрелищности, кажется, не уступает настоящему марш-бродку спецподразделения. Протяженность около 500 метров, но это полосу, которую мы ежегодно бегаем в июне. Мы, конечно, немножко упростили. Стараемся, чтобы задействовали ражные группы мышц. Где-то силовая подготовка нужна, где-то больше аэробная подготовка. Какой же марш-бросок без оружия? Специально для соревнований сотрудники ОМОНа смастерили специальную гаубицу. Никакой контрабанды, все легально. Пушка из пластика стреляет картофелем. Попасть нужно во вражеский танк. Правда, без опыта с этим орудием справиться непросто. Перебраться по канатной переправе, перелезть через стену, проползти под настоящей колючей проволокой. Со всем этим нужно не просто справиться, а сделать это вместе и как можно быстрее. Оказалось, что у росгвардейцев и семьи подстать. Представительницам прекрасного пола на полосе препятствий пришлось тяжелее мужей офицеров. Но любое испытание по плечу с правильной поддержкой. И даже ледовый спуск, на который взрослым смотреть страшно, дети не раздумывая преодолели. Спасибо ребятам с ОМОНа. Они сделали замечательную горку. И вот, наверное, самый страшный этап это было спуститься с этой горки, потому что очень большая скорость, конечно. Но все меры предосторожности были соблюдены. То есть мы скатывались, страховка все была на высшем уровне. Когда позади эстафета, можно и голод утолить. У жонросгвардейцев свои соревнования кулинарные. На самые вкусные блины. Пробовали и выбирали победительницу в основном девочки. Мальчишек же зрелище заинтересовали больше, чем хлеб. Пистолеты, пулеметы, винтовки – не игрушка. Но под чутким присмотром взрослых их можно рассмотреть и даже подержать в руках. Для росгвардейцев совместный праздник не только возможность отдохнуть, но и повод познакомиться. Ведомство, образованное меньше года назад, включает сотрудников совершенно разных структур. Теперь у нового управления новая традиция. День защитника Отечества отмечать вместе. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново, Лежневский район.